Привет, Роберто! Привет, мир! Как ты? Счастливая, как милая. О, окей, окей. Короче, значит, утро у нас прошло, пошли на пляж, поспали, пришли спуститься на Линкендолл, спустили наши остатки. Всё-таки мы не с нулём были. Зачем-то, да? Не знаем, сколько сейчас нам что-то принесли. Мы решили не экономить. Смотрите, я пока поспала на пляже, загорелась сегодня конкретно. Причём загорела. Переверну я телефон, пожалуйста. Вот. Сейчас у нас есть big plan, big idea. Но мы не будем о ней рассказывать сейчас об этой идее, потому что сейчас мы её начнём когда использовать. Мы сразу же будем в прямой эфир выходить и показывать, как это дело работает, чтобы не быть просто пустословными и голословными. С нами мистер Дуд на связи. Hello everybody. Мистер Джонни. Он наелся карбонара? А также с нами маргарита. Ведь ты не забыла. И сандвич. Мы решили сегодня накатить. О, кто-то тебе звонит. Вау! Смотрите. Смотрите. А это belly. Ммм. Это очень крепкий напиток. Очень крепкий. Вот. Мы у нас... Сегодня у нас у Роберто гангстер стайл. Он сегодня весь на стиле. Вот. С пиджаком. С бордовым, как в 90-х. Значит, всё у него это самое. В часы остались очки. И мы готовы к новым приключениям. Мы готовы выйти из комфортной зоны. Мы готовы к новым, к новым приключениям. Стрека молодец. Знает два языка. Английский и испанский. Также итальянский. Французский. Немножко немецкий. Немножко там ещё какой-то. Русский. Как он песню ночью пел. Добро пожаловать в мой дом. Добро пожаловать в мой дом. Из джиньерс. Это он гений. Это его гений. Вот, значит, что мы делали. Присходили, привели себя в порядок. Не помню в какой отель, точно. В какой-то крутой отель. вот с большим с большим туалетом женском туалете для нас двоих мы изменили стиль мы добавили энергии сегодня он еще позанимался на пляже спортом с ребятами покрутился на турниках спасибо огромное и пока я спала я не могу себя привести порядок потому что не могу все нет косметики с собой нужно корни все-таки эти прогресса я им сказал ты будешь работать давай мы сейчас мы будем работать с тобой я буду тебе давать идеи а ты будешь исполнять он говорит крутая идея эта идея она сумасшедшая ребят просто сумасшедшие просто сумасшедшие и я просто думаю через где-то в минут 20 мы начнем это делать и опять выйду в прямой эфир и вы посмотрите что это а если они вышли значит мы не начали это делать значит сейчас он разговаривает с дэвидом значит дэвид предложил что-то другое и мы уедем но я надеюсь мы исполним эту идею потому что такого адреналина я еще не скрытывала никогда спасибо моя натали натали утолимой печали спасибо огромное спасибо красотка красотка сгорела сегодня сгорела на пляже горит лицо горит горит гори 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 ясно чтобы не погасла либо еще две маргариты как представлю что мы сегодня опять будем ночевать на улице классно беру я в праге это здорово а мы вот тут не но вы представляете вы представляете вообще вот так вот спать сегодня на улице спустить последние деньги на экспенсив ресторан спать на улице или моя идея мы можем сегодня намутить денег на какой-нибудь крутой отель нам нравится в майами отель номер один 300 долларов в сутки по-моему привет потому что все таки я понимаю хостел это одна энергетика а у нас тоже холодно не думайте что майами такой теплая очень холодно дубак хостел это одна энергетика сабвэй макдональдс все такие вот забегаловки это одно когда ты сидишь в другом месте ты чувствуешь по-другому у тебя другая мотивация у тебя все да мы сейчас это ставим вот последнее наше сбережение это нам ночью пока мы спали на лавочке подкинули 10 баксов да но тем не менее тем не менее мы даже можем с кем-то поделиться такая классная жизнь такая классная жизнь это просто невероятно но я очень вспоминаю но если бы я сейчас дома была в москве ну чё бы я делала ну было бы у меня комфортная зона до дом кровать тепло машина уютно светло день сурка замечательно а тут класс спишь на улице по океану в любой момент где может подойти темной кожей с ножом посмотреть что у тебя есть собрать это в конце концов прикончить тебя прям там на пляже и никто не поможет хоть кричи хоть заорись представьте какой адреналин но все что нас не убивает делает нас сильнее сегодня мы так и проснулись на пляже то что какой-то мы стояла рядом с нами прям стоял что случилось представляете это это просто господь а если на а если допустим вот люди спят знаете бывает на дороге спасибо большое с праздником всех милых дам я забыла что тут 8 марта восьмого же марта нет ничего тут не справляют но я помню как ровно год назад я была в аэропорту я прилетела сюда первый раз в маями 8 марта и на входе цветы всем вручали сегодня уникальный день и вот я снова здесь 8 марта в общем а знаете чем момент какой такой истины то что если допустим ты спишь на пляже ну классно песок правда ветер сильный ураганистый песок и все такое а я не знаю даже сколько у нас время а и и что же я забываю что я говорю все время вот и как-то вот так сюда ветер но вроде бы если бы день так вообще все зашибись прекрасно а ночью стрёмно потому что вот такие вот люди которые темнокожие ищут наркотики ему что-то своровать продать они как бы могут тебя ножичком папа это самое погладить а если допустим спать на на улице вот многие люди я конечно не хочу вот этот вот на улице но на пляже для меня это максимум на лавочке еще сидя с одеялом да а вот так вот как вот они там лежа спят это жесть ребята здесь такие тараканы они вот такие вот такие вот такие вот такой длины и вот такой ширины вот такой вот длины они вот вот ползут они по дороге я помню в лос-анджелесе первый раз я увидела я охренела но там они прям вот везде ползают ночью везде здесь я видела два раза но это извини вот но здесь зато нет крыс как нью-йорке в нью-йорке они прямо отлетают вот так вот 보 damn you ты прям идет всем в дольше габбаном без деньгами наживаешь или вот по манхэттену да или по тайм сквер я не везде особенно а если ты в метро так вообще забудь и забудь о московском метро вот Так что, это же такая американская жизнь, она, конечно, прикольная. Имели бы, как говорится, мой океан, но у нас бы тоже было бы все зашибись, ништя. И так как у нас пока этого нет, ну, не пока, а вообще потом тоже, то мы вот вынуждены посещать эти места. Другая культура, другое вообще все, такая экзотика вообще. Еще особенно, знаете, с кем? С геями. Это просто, это просто, капец. Это что-то нечто. Они везде, они в шортиках, в коротеньких, они за ручку. Вроде бы нормальные ребята, в Москве вот такого встретишь в России, вау, звезда там с пола. А здесь они, so cute, лежат друг на пляже, вот идешь, они лежат, гладят друг друга по головке, друг на дружке, вот так вот. Это так мило и противно в то же время, что не знаешь, куда сидеть. Вот, ну, конечно, это за свободу, за свободу, да, все дела. Но это ту мач, они везде, они везде, ты идешь по улице, они везде, за ручку, без ручки. Ну, ты их определяешь. Да вообще мало пар, вот так вот, чтобы жили парень с девушкой. В основном, нет, ну, есть, конечно, есть, 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 ничего не говоришь. Но в основном начинаются ночи, они везде. Они выходят такие, да, это самое, все в форме и без формы, всякие есть. Вот. Что еще хотела сказать? Что еще такого экзотического? Девушки темнокожие, очень красивые, с этими косичками, с американскими, они все всегда на стиле, мне нравятся у них фигуры вот эти, а-ля Бейонс, только не Бейонс, а гораздо больше, да. Вот, нравится их контраст, всякий золотой, как они одеваются, то есть, ну, вот это вот плетение, волосы их не... Очень классно. Красивые красотки. Что хочу сказать? Очень много туристов, конечно, вот они вот везде сплошь и рядом. Вот здесь вот так вот ресторан за рестораном, а ресторан за рестораном. И вот они вот так вот миллионами проходят. Вот Роберто трещит по телефону. Вот так вот они все бегут. Вот. Ага, I'm a tourist. Уже три месяца как турист. Клубнику, что ли, скушать. Я свою съела, съела обработку. По ценам. Допустим, если ты идешь в Сабвей, знаете, в Сабвей есть длинный бутерброд, а есть на половинку, да? Если ты берешь половинчатый, то 6 долларов. Если ты берешь вот этот большой длинный, то 9 долларов, да? Ну, как бы там плюс такс, там все налоги же везде включены и так далее. Я просто так вот для наших русских оповещаю. То это будет где-то 10 долларов там с копейками, да, около 11. Если, без напитка. А если ты пришел вот в такое место, вот как вот сейчас мы здесь сидим, здесь, значит, что у нас? Мы сейчас не знаем, сколько у нас будет счет. Ну, вот мы заказали карбонару, но не такая уж она и большая. И это самое. Типа нам дали вот такую карточку, типа 25% сейчас будет за... Ну, если вот мы с этой карточкой. Ну, еще карбонару это стоит 20 долларов. Два напитка мы взяли. Но эти маргариту и что-то там еще. Один стоит 14 долларов, на второй как бы идет в подарок. Вот и посчитать. Вроде бы как бы казалось, но неизвестно, там сейчас будет включен налог. И еще будет, вроде бы типа сэкономили. Но включен будет налог и включен будет на чай. Ты обязательно должен, да, если ты не хочешь оставать, но тебе это в счет включат, сколько-то там процентов. И вот эти 25% они как бы роли не сыграют. Это они типа 10 долларов сверху все равно накинешь минимум. I don't understand, but all good, no worries. Экспенсив, это еще и Линкольн Роуд. Тут все вот так. Но здесь единственное, что здесь бывают большие, прям большие порции. Завтрак заказываешь за 10 долларов, там тебе яичница, тосты, кофе, еще что-то, фри какая-нибудь там. Ну, короче, там бекон, помидоры. Будет что-то, да? Дофига, может, для одного много, на двоих разделишь, и нормально. А бывает вот так вот, мы сейчас тормознулись, порция маленькая. Но в основном в Америке большие порции. Для двоих в основном это большие порции. Огромные, просто огромные. Да. Я говорю после того, что я не понимаю. Я не понимаю все хорошо, но я пытаюсь научить английский. После. Мы всегда едим before. Мы всегда едим before, спускаемся в деньги, а потом мы думаем, так, так, что сейчас? Давай, давай, начинать, начинать. И что-то случается, и мы, короче, опять... Но каждый раз мы надеемся, что мы все-таки начнем. Сейчас вот мы надеемся, что все-таки он договорится, и мы начнем действовать. Потому что, если мы не заберем завтра тачку, то можно считать, что завтра мой мак уйдет из ломбарда. Это мой любимый, это мой друг, это мой друг, это мой мак уйдет из ломбарда. Да, мой мак уйдет из ломбарда. Что это такое? Как хорошо бывает. Это тоже мистер Ду. Да. Вот. Так что вот такие вот дела. Что-то с испаньолом связано, но я ничего не соображаю. Слушай, какой ты грамотный. Ты меня еще и по-русски понимаешь, по-английски строчишь, еще и по-испански что-то шаришь, да? Еще какой продвинутый. Это круто. Как тебя зовут, кстати? Ромич. Я Нина Ангроберто, я из Москвы, а он из Чили. Роман, очень приятно. Очень приятно. Слушай, ну не теряй, ну ты такой интересный. Ой, из Канады классно, туда так сложно визу получить, мы тоже хотим. Мы тоже хотим. Но мы скоро поедем. Мы скоро обязательно поедем, мы скоро поедем. Мы должны в следующем месяце поехать в Лос-Анджелес на тренинг Тони Робинса. Опять, 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 опять. Потом в Нью-Йорк, а потом в Канаду. Вот такие вот дела. Я всегда возвращаюсь, да? Или что это? Добро пожаловать сюда? Всегда. Всегда добро пожалую сюда. Английский учусь, слушай, ни разу не открывала книжку, еще не начинала учить, но вот практика, практика вот с этим человеком, она немножко дает о себе знать. Я немножко могу что-то just remember, never, never, never again, never again, because before I have this practice, I haven't, but right now we don't have a car, right now it's not dangerous, right now all good, we just walk. Слушай, на самом деле мы с машиной, но у нас же эвакуировали в пятницу, и мы уже 4 дня ночуем на улице. А чтобы забрать, нам надо сделать 500, нам надо 500 долларов. А 500 долларов, я здесь не имею работы, а Роберто работает в Uber, то есть он должен использовать машину, да? Uber Lyft, вот. И, соответственно, мы не можем сейчас не работать, мы остались на улице. И, в общем, такой вот выход из комфортной зоны. Сегодня. Ну, мы знаем, что завтра все изменится, все будет хорошо. Да, мы в Майами одни. Волю. Hello. It's me. В общем, в общем, вот такая вот песня. Wonderful, wonderful life. Слушайте, я накатила, у меня это прям чувствуется, что сейчас поступает в мой мозг, в мою кровь, и я начинаю везде еще видеть больше возможностей. Я знаю, что я люблю Флорида. Конечно, я люблю Флорида. Или что ты имеешь в виду? Или Флорида любит меня, или любит меня. I don't care about what Florida is thinking about me, but I love this city. And I love this world. This world is my home. Ну, что с Нью-Йорком? Нью-Йорк нравится днем, ночью страшно все-таки. Все-таки страшновато. И Флорида мне нравится больше. А с Лос-Анджелесом, точнее. С Лос-Анджелесом. Там погрязнее. Там вот эти, говорю, траканы здоровые. Они везде, 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 везде по ночам. Ну, и как-то там, не, я помню, ночью я гуляла. Не, не то пальто. А вот с Нью-Йорком, ну, если честно, я туда вообще не хочу. Короче. В Нью-Йорке я вообще не хочу. Вообще не хочу. Я была там на этом, как он называется. Мне кажется, Москва поприкольнее. Ну, в плане, вот, мне будет. Дай мне шанс в Москву или в Нью-Йорк в Москву. Дорого. Неоправданно дорого. Ну, что там, парк этот. Как он там называется? Централ Парк. Таймс Квер, не протолкнуться. Все грязно, мусор везде. Как он, Брайт Бич и вот этот, вообще все. Флорида, это лучшее, пока где я была. И Чикаго мне очень нравится. Чикаго, я обожаю Чикаго. Это вообще, я, мое, мое, как вот, как мой второй дом. Обожаю Чикаго. Правда, зимой я туда не хочу, но если лето, то это класс. Супер класс. Ну, что, Роман, я пошла. Буду закруглять этот репортаж лишь только потому, что Перископ и любая вообще трамая, там, трамая, там, трансляция. Есть очень много батарейки. Сейчас я опять останусь без телефона. Заряжать надо будет, дети, дети. Зарядка здесь очень медленная. Вот, поэтому все новости там, если что, подписывайся на меня в Инстаграме. Ливон, привет, твое исполнение сегодня в Инстаграме, это просто the best. Спасибо большое. Спасибо. В Инстаграме меня Нина Малина. Нина Малина. Слитно 85. Нина Малина 85. Вот, я там. А в основном, Перископ выхожу редко, но метко. Вот, поэтому Нина Малина 85. H5. Да, в Инстаграме. А также вы можете следовать за Джонни Боржоми. Джонни, Джох, Н, Н, И, Ай. В смысле, Y. Боржоми. Тоже, Боржоми. Слитно. Это будет он. Вот этот вот. У него две страницы. Одна Джонни Боржоми с одной буквой Н, вторая страница это с двумя буквами Н. Одна из России, вторая в путешествии. Следуйте. Это Мистер Дуд. Мистер Дуд. Он с нами тут. Сауд-бич. Е-е-е-е. В общем, в общем, в общем. Стрит смарт. Эти игрушки, они будут очень знаменитыми скоро. Очень знаменитыми. Ты их будешь видеть везде. В телевизоре, в интернете. Они будут везде сверкать. Это не просто игрушки. Это Мистер Джонни. Это знаменитости мировые. Все, ребята. Мы уходим. П Basла. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Bye. Добро пожаловать. Продолжение следует...